Сергей Жигунов Сергей Жигунов Сергей Жигунов Человек-каскадер-конник, постановщик конных трюков Евгений Артемович Богородский, постановщик трюков Алексей Силкин, наша легендарная, знаменитая, одна из самых первых женщин-каскадеров, вице-президент ЕДИ-каскадеров России, председатель медицинских терапевтов, Варвара Никитина. Я, как обещал, привез вам показать живых настоящих таскадеров. Сейчас я передам, так сказать, микрофон каждому из них, я думаю, есть что вам сказать. А может быть какой-то интересный смешной случай, кто-то вспомнит, расскажет. Я не смешной случай расскажу, я просто скажу в защиту своих животных, с которыми я работаю, с лошадьми. И все забыли, ну, говорили о собаках, кошках, об удаве даже сказали, и попугаи. А про лошадей не сказали ни слова. Я пробел вас Богу. И, наверное, немногие знают, по сети-то знают, конечно, что первый фильм в 49-м году «Смелые люди», их великий соотечественник Алиберт Кантемиров, вместе со своими сыновьями, вместе с Тимофеем, они работали над этой картиной. Ну, не знаю, насколько правда или нет, когда Сталин посмотрел ковбойские фильмы, вестерные, то он сказал, почему нельзя у нас снять такие, ну, это же запах, вы снимите на нашу тему, на советскую, и вот сняли тогда фильм «Смелые люди». Вот, и вы, если помните, Гуян, как там прекрасно работал, дрессировка, потом он много лет выступал в цирке, и делал эти все трюки, бегал по лестнице вверх, и всевозможные поклоны, ложился. Так вот, я говорю еще раз, не надо забывать и про лошадей. Я не Холид Ливерс, я работаю много лет, но я еще добавлю ко всему, я ученик Кантемировых, и Робека Алибековича, и Муфтор Бековича. Я на самом деле скажу, что к вам должен был приедать такой медведь Степа, который по причине своих съемок, к сожалению, не смог к вам приехать. Был такой проект, фильм «Царь», на котором непосредственно было очень много трюковых сцен с Мишкой, были драки, были различные падения, спецэффекты с ним, Митведь очень такой киношный, очень любит люковые сцены сниматься. Вот, к сожалению, он не смог приехать, но мы вот здесь передаем от всего Кантемировского цеха вам всем привет, надеемся, что мы вас не огорчем. Ну, мне стыдно занимать у вас много времени, когда тут столько молодых, прекрасных глаз ожидают сюжеты Яралаша. Я хочу сказать всем жителям города Владыкавказ, всем вам, что у вас потрясающий красивый край. Устроители фестиваля вчера устроили нам какую-то совершенно неимоверно красивую экскурсию в различные ущелья, я просто сейчас не договариваю все названия, не вспомню. Но, слушайте, это такая красота, и то, что вы здесь живете, вы счастливые люди. Значит, что касается... Спасибо вам. Что касается работы с животными, я работаю в кино уже 22 года, и за это время вот я сейчас стояла, вспоминалась, с какими животными мне приходилось работать. Ну и с яичником это тоже у меня был опыт работы с медведем в фильме «Ведьмин ключ», там в нескольких моментах я дублировала Лизу Боянскую, и чтобы к медведям наладить контакт, по совету дрессировщика, мы с ним ели одну крабовую палочку на двоих. Только что не сказала. Ну и горта в роте. Простите, пожалуйста, есть. Так и приходилось работать с собаками, приходилось делать заноз на рыно-машине перед кабаном. Есть такой прекрасный кабан Рада, в Мосфигмакинологии работает. И сцена была такая, кабан выбегает на дорогу и преграждает путь в машине, которая идет за нос. На самом деле, когда делаешь трюк с участием каскадера, например, вбиваешь каскадера, я была более спокойна. Ну я знаю, ну там каскадер, ну что как было, в общем, мой коллега, что будет. А когда это было животное, у меня была ответственность какая-то тройная. И сама я выросла ребенок советского времени на фильмах «Белый пьем, черное ухо», который уже сегодня не раз упоминался на зарубежных фильмах Лесси. И я считаю, что вообще поколение, которое растет на фильмах с участием животных, конечно, будет несомненно добрее, возможно умнее, но то, что человечнее, это совершенно точно. И раз Бог вообще создал не только нас, людей, но и животных, значит это кому-то, и кому-то, а ему нужно, и нужно нам. Спасибо большое. Спасибо. Это не значит, что мы вам ничего не покажем. Да, 17-го числа у нас планируется проведение мастер-класса, мы вот что-то вам здесь, в этом зале что-то вам покажем. Поэтому приходите, будет интересно. Спасибо. Спасибо нашим каскадерам. Но мы не напрасно сказали, что мы там про лошадей что-нибудь сказали. Мы любим лошадей, тоже с ними там иногда работаем. Мы когда-нибудь не ездим в их дела, там что-нибудь попроще там, кого-нибудь посадить, показать лошадь или там. Вот, но лошадь мы вам привезли. Спасибо.